Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый крутой скрипт для Ninja Legend 2. Да-да, вы не ослышались. Вышла вторая часть. И она достаточно прикольная. Конечно, она очень сильно похожа на первую часть, но отличие в том, что здесь в основном всё космическое. То есть, сделано в стиле космоса. Ну, плюс-минус. Вот. И для того, чтобы нам, короче, активировать скрипт, потребуется чит. Ссылочка будет в описании. Буду по-прежнему использовать свой личный чит под названием Star. Также здесь было недавнее зимнее обновление. Добавил вот здесь гирлянду. Также вот здесь ёлку поставил. Также вкладка с темами. Здесь тоже ёлка. Дед Мороз с оленем танцует. Прикольно, я думаю. Потом вот этот ободок добавил. И вот здесь вот гирлянду. В скрипт хаби. Вот. Ну, в принципе, я думаю, прикольно выглядит. Итак, значит, инжектимся. Ждём, пока у нас здесь появится иконка Easy Exploit. Так, всё отлично. Мы заинжектились. И теперь вставляем сюда скрипты записания. И нажимаем Xcode. Так, вот он появился. Как видите, все скрипты, то есть все функции полностью рабочие. Давайте, в принципе, все пошагово проверим. Времени у нас много. Автосфинк. Включаю. Как видите, работает. И сейчас проверим автосел. Только давайте я сначала на тренировочную зону пойду. Чтобы у меня умножение было больше. Так. И также, смотрите. Вы включаете автосел. Вот он продаёт. И с помощью того, что вы сидите, допустим, на этой тренировочной арене. Или зоне. Не знаю, как вам лучше. Вот. Вам даётся X3, получается, монета. Вот. И тут написано, если есть автопродажа. Как видите, с помощью чита автопродажи бесплатные. Так что можете пользоваться. Очень крутая функция. Очень быстро можете прокачаться. Так. Давайте следующая функция. Это автобосс. Так. Ну, как видите, я, получается, ТП ходить к боссу. Но дамаг я ему не наношу. Для того, чтобы наносить дамаг, Включаем автосвинг. И, как видите, дамаг пошёл. Всё работает. Вот здесь вот прибавляется наш урон, нанесённый ему. Как видите, всё работает. А также можно ТП ходиться на шарды. Это вот эти вот треугольнички. Вот. Как видите, он ТП ходится, их собирает. Всё работает. Так. И следующий функция у нас автокотх. Это, получается, царь горы. Если не ошибаюсь. Но, смотрите. Он не ТП ходится, потому что, скорее всего, там кто-то сидит. Вот здесь вот написано. Если здесь кто-то сидит, то вы не сможете ТП хнуться. Значит, смотрите. Идём мы его сейчас убиваем. Так. Он чуть меня не убил. Прикольно. Так. И теперь включаем эту функцию. И, как видите, я ТП хнулся. И всё работает. И также вот эта функция. Но я, конечно, не знаю, что она делает. Это, скорее всего, нужно именно включать, когда вы убиваете босса. Вот. Ну, функция рабочая. Как видите, я ТП хнулся. Так. Идём дальше. Автопокупка получается. Давайте тогда сейчас сразу на последний остров ТП хнусь. Только ТП хнемся мы другим способом. Смотрите. Есть функция. Юнур Кал Исланд. Вы нажимаете. И открываете все острова. А также можно здесь выбрать. Арену. Одну. Или остров. Вот. Нажать на него. И вы ТП хнетесь. Как видите, тоже всё работает. Вот. Как вам удобнее, в принципе. И также можно на арену ТП хнуться. Тренировочную. Тоже всё работает, как видите. Так. Ну, давайте сейчас посмотрим автопокупку. Как она у нас действует. Так. Значит. Давайте заходим сюда. Блэйд. Мечи. Сколько у нас там следующий меч стоит? Ага. Он почему-то у меня закрыт, да? А. Всё. Я понял. Я не туда ТП хнулся. Всё. И идём теперь в шоп. Так. Следующий меч у нас будет стоить... 17 QE. Как видите, у меня хватает. Значит, включаем функцию автосворд. Как видите, он купился. Автопокупка работает на меч. Давайте проверим на кристаллы. Так. 2.5 QE. Включаем. Как видите, купилось. Тоже работает. А. Авторанг. То есть, автопокупка ранга я вам не смогу показать, потому что у меня следующий ранг довольно много стоит, как видите. И сейчас, если на него копить, уйдёт очень много времени. Давайте покажём автопокупку на скиллы. Так, сколько тут стоит? 10 QE. Ну, вроде должно хватить. Ну, как видите, хватило. Отлично. Они тоже автоматически купились. Ага. Тут у нас какие-то пауэры будут. Прикольно. Так. Теперь идём дальше. Значит, заходим сюда. И здесь у нас выбор яйца, который вы хотите открыть. Так, как это яйцо называется? Стоит оно полмиллиона. Омега. Так. Ищем. Вот. Омега. И включаем. Угу. Так, эта функция, я так понимаю, не будет работать. Нужно подойти. А, нет. Стоп. Что-то покупается. У меня деньги тратятся. Ну-ка. Да, короче, она, как видите, она тоже сдалека, получается, открывает яйца. Но только анимации, покупки у вас нету. Так, ладно. Давайте посмотрим, что за пэтом не выпали. Так. Ну, такие себе пэты, если честно. У меня сейчас намного лучше. Так, и давайте тогда я их сейчас солью. Также добавили, кстати, мультидель этот. Очень крутая функция, потому что в первой части ее не было. И разработчик ее добавлять, походу, вообще не хотел. Так, удаляем. И также, смотрите, вот этот пэт у меня получается с кристалла, или кубика, не знаю, как его сейчас называть. Которая за 10 токенов. У меня сейчас есть 50 токенов. Давайте пойдем и откроем. Получается 5 яиц. Значит, смотрите. Кто еще не заметил, здесь есть одевание питомца. Мега питомца. Вы можете его надеть всего лишь одного. Вот, и спросите, где этот мега питомец находится. А все просто. Вы бежите вот сюда, к этому кристаллу. И вот здесь вот он есть. Вот, видите? Здесь прямо написано мега. То есть, получается, где в индексе написано мега, это значит мега питомец. Как видите, очень прикольные статистики. Получается x2al short. Short. Это получается у нас полностью все наши умножения еще раз на 2 умножатся. Это, я считаю, очень читерный питомец. То есть, допустим, смотрите. Вот на x4 умножение идет элемент. Значит, смотрите. Заходим. Допустим, вот у меня сейчас x750 элемент. То есть, грубо говоря, он умножается на 4. Это, получается, 3000 у меня будет умножение на элемент. Как по мне, в принципе, неплохо. Так, ну что ж, открываем. Надеемся на удачу. Ну, ясно. Выпадает, как обычно, говно. Что я, в принципе, и ожидал. Так, и последний кристалл. Конечно, обидно то, что не выпал, потому что эти токены реально очень сложно добывать. Вот. И чтобы выпал этот питомец, я не знаю, каким нужно быть удачливым. У него 1% всего лишь. Вот. Ну, кому-то по-любому везет. Так, давайте сделаем эволюцию. Ну, статистики такие себе. Естественно. Вот. И эти токены, получается, очень сложно зарабатывать. Также, кто не знал, здесь можно крутить, получается, каждый день вот это колесо. Может выпасть, получается, 5 минут автопродажи, 5 минут авто-свинга, то есть автоматически будете махать мечами. Авто-трейн, это, я не помню, что это такое. Потом 10 минут, x10 шворд, вот это очень полезная функция, я считаю. То есть, буст. Вот. 10 монет на 10 минут, тоже полезная. И 15 минут авто-трейн. Вот. Это, скорее всего, мне кажется, авто-трейн, это на вот этой тренировочной локации он будет действовать. Скорее всего. Так, давайте возьмем квест. Посмотрим, что он нам предложит. Также тут добавили квест, как видите. За выполнение их вы будете получать разные награды. И также по выполнению их у вас будет умножаться мультиплеер, как видите. Вот, у вас будет x1, у меня уже 1,3. И также получается индекс. Смотрите, заходите в индекс, и у вас здесь тоже умножение идет. Вот. Умножение, оно, получается, прибавляется за счет открытия питомцев. То есть, вот этих кристаллов. Вот. Допустим, у меня вот здесь вот все питомцы выбиты. У меня идет плюс 6, наверное. 0,6 процентов умножения. Здесь у меня тоже все выбиты. Идет 0,2. Здесь, к сожалению, только 2 выбиты. Вот. Ну, в принципе, все ссылочки будут в описании. Скрипт очень крутой. Также ссылочка на чит тоже будет в описании. Всем удачи. И пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова